следующий важный пункт который необходимо сделать вместе с клиентом это поставить цель зачастую цель вам становится известно еще из первых переговоров с клиентом когда вы выслушиваете его боли и исходя из этих болей собственный формулируется цель вашей дальнейшей работы на этом этапе важно грамотно сформулировать эту цель очень часто для этого используется технология смарт и я ее рекомендую применять потому что цель получится действительно очень четкой и измеримой при формулировании цели есть два важных момента первое это то для чего вообще цель нужна да она нужна вам для того чтобы синхронизировать с клиентом понимание того к чему вы идете реализуя проект автоматизации и это же понимание поможет вам завершить этот проект то есть вы с клиентом будете четко понимать что вот на этом этапе проект действительно завершён мы сделали все что запланировали и достигли поставленной цели хочу обратить ваше внимание на следующий момент при формулировании цели не стоит брать на себя излишнее обязательство проект автоматизации должен повлиять на бизнес показатели компании но вы не можете взять на себя обязательства по изменению этих бизнес показателей почему потому что например рост продаж если вы в цели напишите удвоение продаж на или увеличение продаж на 20 процентов этот показатель зависит не только от вас и не только от автоматизации это еще и другие процессы и сотрудники и товары и маркетинг и так далее так далее так далее поэтому не используйте в целях бизнес показатели на которые не можете впрямую повлиять куда же без примеров хорошими примерами дополнение формулировок ваших целей автоматизации могут стать появление метрик автоматизируя тот или иной процесс у клиента появляется возможность измерять его то есть вы сможете настроить клиенту определенные метрики и он будет знать сколько времени уходит на вот эту часть реализации процесса какое количество действий нужно там или иначе какое количество входящих клиентов например если речь идет о продажах также в цели могут появиться такие факты как исчезновение дополнительных встреч исчезновение в процессах которые выполнялись раньше не автоматизировано каких-то время затратных процедур то есть действительно компания перестает тратить дополнительное время потому что теперь мне нужно встречаться не нужно созваниваться не нужно подписывать и так далее так далее так далее так далее вот такие моменты также можем могут быть отражены в цели после того как вы определились с целями теперь нужно договориться с клиентом да и со всей командой которая будет участвовать в этом проекте со стороны клиента о формате работы и это важная история дело в том что люди особенно те кто не сталкивались ранее с проектами по автоматизации могут иметь неправильное представление о том что вообще от них потребуется они могут не выделять вам достаточно времени поэтому распишите заранее что вам потребуется какое время от каких людей от каких ролей что это будут какие-то регулярные встречи на которых вы будете обсуждать проект что это возможно эти встречи нужно запланировать прямо заранее и покажите какие-то материалы то есть я если будет здорово если вы сразу покажете схему с предыдущего проекта схему какого-то бизнес-процесса и объясните что вот такую схему и надо совместно составить для того чтобы в дальнейшем вы могли пойти и начать перенос ее в информационную систему